Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня наш коллега из Санкт-Петербурга, трейдер и управляющий активами Вадим Вабенко. Вадим, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! Как вам сегодняшний день? Куда двигаемся? Сейчас посмотрим. Вчерашний день был продуктивный. Здорово! Да, что означает на сегодняшний день, сейчас рассмотрим. Давайте, друзья, звезды финансовых рынков с Вадимом Вабенко. Вот так выглядит наша передача. Как они встали и как на этом заработать. Видим, экран хорошо. Начнем с индекса доллара. Как мы видим, индекс доллара находится сейчас в восходящем канале, но в коррекции после импульсного движения вниз от уровня 98.70. Сегодня рынки, с моей точки зрения, пока замерли и ждут выступления Джерома Пауэлла в 17.00, после которого, я думаю, характер движения индекса доллара может быть, так сказать, измениться. Сейчас индекс доллара, как мы видим, укрепляется. И это связано, с моей точки зрения, с ослаблением евро и с коррекцией по фунту. Как мне кажется, сейчас в преддверии выступления Джерома Пауэлла можно рассматривать только гипотетические сценарии, что будет, если рынки отреагируют на выступления Джерома Пауэлла. Ну, я бы вот так сказал, что фундаментальное укрепление доллара наступит после того, как с текущих значений индекс доллара пробьет предыдущий хай, это 98.70. Мы тогда увидим, так скажем, движение индекса доллара вверх с большим потенциалом. Альтернативный сценарий – это когда с текущих значений индекс доллара пробьет этот восходящий канал и последовательно будет преодолевать опорные уровни поддержки, которые отмечены здесь линиями. И фундаментально, как бы, смена восходящей тенденции я бы отметил именно с уровня 90.97. Ну, после пробития и закрепления за уровнем 97. Ну, я думаю, что, возможно, это случится как бы не скоро, не случится ли вообще, но пока вот можно только сказать о том, что может быть и что это может означать для валют, входящих в индекс доллара. Рассмотрим евро. Как мы видим на недельном графике, тенденция евро движения вниз сохраняется. И, в общем-то, каких-то признаков разворота сейчас я не наблюдаю. И более того, скажем, текущее движение вниз и критическим уровнем я бы назвал уровень 10.26, после пробития которого, скажем, евро будет двигаться вниз в более широком нисходящем текущем канале. И после этого, с моей точки зрения, открывается путь до 0.9, уровня 0.9.25, 0.9.20. А после этого мы идем к ГЭПу. Поэтому надо внимательно сейчас следить о том, что будет делать евро в текущий момент. Сейчас он, ну, как мы видим, в часовом движении он движется в нисходящем канале. Ну и где-то вот колеблется внутри. Никакого признака разворота технически я не вижу пока сейчас. Фунт. Фунт был бенефициаром вчерашнего дня. И на, скажем, новостном фоне о том, что и Меркель что-то сказала там по поводу, там, скажем, возможного как бы смягчения позиции Евросоюза. И администрация президента Франции Макрона сказала, что переговоры с Джексоном были конструктивными. И на этом фоне фунт резко вышел из границы восходящего канала и, скажем, серьезно укрепился. На своем верхнем уровне он был остановлен, скажем, значительным крупным объемом и не продолжил свое движение. Сейчас он находится в коррекции, вошел обратно в границу восходящего канала. Но, как бы, какие-то рекомендации о том, что сейчас признаков того, что он пойдет либо наверх, либо опять вниз, я пока не могу сказать. Потому что, в общем-то, то, что я сейчас вижу, это как бы первая волна коррекционная, после которой, ну, в зависимости от характера движения, можно будет принять какие-то решения относительно дальнейшего движения фунта. Но, повторяю, опять сегодня выступление и фунт уязвим, как мы уже видели вчера, от новостного фона, связанного с Брэкзитом. Поэтому предпринимать и считать, что вот, начиная с этого уровня, фунт летит вниз, пока я бы не стал. Только отмена его, как бы, движения наверх может быть, если он пробьет уровень, тот уровень, с которого он начал вчерашнее движение. По фунту у меня все. Швейцарский франк. Ну, мы видим, он, как бы, хотя в недельном графике он находится внутри нисходящего канала, но сейчас, как бы, в импульсном движении он двигается к верхней границе канала. Посмотрим на дне. Движение достаточно интенсивное. Он пробивает некоторые опорные уровни сопротивления. Ну, сейчас я бы вот отметил важный уровень, который верхняя граница этого импульсного восходящего канала и граница нисходящего канала, а также некоторый вот опорный уровень сопротивления. Это где-то 99, там, ну, и там, ну, скажем, 10, 6, в зависимости от того, как это, какие котировки дает провайдер. Поэтому после пробития этого уровня открывается дорога к паритету и первый, первый уровень, первый целевой уровень, это будет 99,73. А после этого надо смотреть дальше, как будет себя вести швейцарский франк. Пока, конечно, продажи пары сейчас в данном случае не рассматриваются. И можно только приступить к этому, если цена с текущего уровня развернется и начнет преодолевать последовательно опорные уровни поддержки, начиная с 98,12. Пока приоритет, это как бы вот ждать некоторого отката франка и рассматривать только покупки пары, особенно после пробития вот этого, скажем, кластера образованного из текущего восходящего канала и нисходящего канала более долгосрочного. По франку все. Иена. Как мы видим, Иена на недельном графике находится в нисходящем канале и делает попытку обратно выйти из него. Этот канал, скажем, с моей точки зрения, носит глобальный характер. Вот я могу вам нарисовать. Уже обращал внимание. Иена. Иена, как бы, время от времени отвлекаясь с него, все-таки пытается продолжить движение именно в данном канале. Поэтому стоит на это обратить внимание и, скажем, держать это в уме, то, что Иена может как бы всегда при наличии каких-то условий вернуться в этот глобальный нисходящий канал. Это особенно станет очевидно, если Иена пробьет отметку 104.67, тогда открывается путь, как бы к нижней границе вот этого, будет такой нисходящий канал. И открывается путь к отметке последовательной вплоть до 101.20. В текущем моменте, сейчас посмотрим на часовом графике, я наблюдаю консолидацию, в которой непонятно, что делать. Поэтому и выход из нее только может быть, если Иена выйдет за 107. То есть в текущем моменте я бы ничего не делал. Канадский доллар. В недельном графике мы видим, что долгосрочный тренд был нисходящий, с ускорением. Но сейчас канадский доллар вышел из нисходящего канала и пытается двигаться к верхней границе этого нисходящего канала. Ну, как мы видим, что движение его сейчас замедлилось, хотя с моей точки зрения все равно сохраняется восходящее движение. Но оно как бы носит, хоть и восходящее, но в данный момент он консолидируется. Ждем 15.30 новости по розничным продажам в Канаде, в котором как бы движение канадского доллара может быть, скажем, более очевидным. По канадскому доллару все. Австралийский доллар. Ну, недельный график мы видим, что нисходящие движения. Вадим, я извинюсь, австралиец не появился у нас на экране. Видимо, далеко не доходит. Давайте перезапустим демонстрирование. Давайте. Так, все, хорошо, да. Австралиец на недельном графике движется, очевидно, вниз и никаких признаков разворота пока не намечается. На дневном графике это, скажем, находит свое дальнейшее подтверждение. Сейчас, после того, как новозеландский банк понизил свою ставку и австралийский доллар сделал движение за компанию вниз и вернуться обратно, сейчас наблюдается такая достаточно длительная консолидация, причем, с моей точки зрения, непонятно, куда она выйдет в конце концов. Но движение какое-то будет, потому что, скажем, значительный объем уже при этом движении накоплен. Ну, я, в общем-то, надеюсь, что это будет движение коррекционное вверх, поскольку, скажем, у австралийского дорого ситуация по сравнению с новозеландскими гораздо лучше. Поэтому я, в общем-то, надеюсь на то, что он скорректируется и выйдет вверх. Сам я тут, сам я тоже стою вверх, но уже как бы давно, но сейчас бы я никому не советовал открывать какую-либо позицию, потому что куда он на самом деле будет выйти из консолидации, пока не очевидно. Новозеландский доллар. С ним все гораздо хуже. Как мы видим на недельном графике движения, его только вниз, и он пробивает такие важные опорные уровни поддержки. И, скажем, текущие новости по розничным продажам, хоть и не были в красной зоне, не были хуже ожидания, но в то же время хуже, чем предыдущие, что не добавляет оптимизма к дальнейшему укреплению новозеландского доллара. Поэтому пока приоритет движения новозеландского доллара вниз, хотя он как бы пока сейчас, после того, как пробил некоторые важные уровни, он пока находится, скажем, в некотором коррекционном движении. Но как бы особого оптимизма укрепления новозеландского доллара у меня нет, разве что, если за компанию пойдет с австралийским долларом наверх. Пока все у меня. Поняли вас, Вадим, спасибо большое вам за ваш обзор. Как сегодня планируете торговать активно? Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Как сегодня планируете торговать, Вадим? Посмотрю на движение евро, прежде всего, да, и вот будем ждать 15-15-30, а потом 17-00. Я понял. Оксана спрашивает, если евро пройдет 1-11-17, то возврата вниз уже не будет. Вы собираетесь шортить? Ну, такая тема вот у нее. Ну, сейчас я посмотрю на евро. Для вас цифра 1-11-17, уровень, что-то говорит вообще в вашем взгляде на мир? Оксана, я вижу, пишет, евро пять дней закрывалось доджиками. Сегодня большая вероятность продуктивного движения. Ну, 1-11-17, некоторый такой уровень, скажем, ну, опорный. Поэтому пробитие его и закрепление может, как бы, говорить о том, что евро, скажем, получит некоторый импульс наверх. Но для меня это не будет означать разворотом тенденции и, скажем, какого-то глобального укрепления евро. Поэтому там выше, чем, скажем, некоторые, есть некоторые уровни сопротивления, которые евро должен пробить. Это, прежде всего, там 11-50, 11-57-60 и далее где-то вот 11-87. Поэтому это движение, если он прибивает вот 11-17, может быть, скажем, с первой целью 11-57. Вот и все. Но, как бы, это не будет означать вообще развороты и дальнейшие благоприятные перспективы движения евро наверх. Пока вот я лично его вижу вниз. Ясненько. Поняли вас, Вадим. Спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии. Вам хорошего дня сегодня и удачи. Всем удачи, коллеги. Спасибо. До свидания. До свидания.